МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простуда, ангина, ОРЗ, ОРВИ – частые сезонные заболевания. Для большинства пациентов разницы между ними нет. Но это не так. Давайте поясним. Поможет нам в этом сегодня наша гостья Татьяна Ивановна Колесник, заведующая отделением Гомельской областной специализированной клинической больницы. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос к вам. ОРЗ считают одним из самых распространенными заболеваниями. Даже внесены не в Книгу рекордов Гиннеса по этим показаниям. Чаще ли стали люди болеть этими заболеваниями? Если да, то почему? Ну, вообще распространение вирусными заболеваниями... Вообще ОРЗ, если брать, так это не совсем вирусное заболевание. Это группа вирусных и бактериальных заболеваний. И есть ОРВИ, это вирусное заболевание. И как там ангина, это бактериальное, как правило, заболевание. Хотя теперь появилось такое понятие, как герпеангина. Ну, а вообще все связано с экологией, наличие вредных факторов, таких как курение, принятие алкоголя. Потом ослабление иммунитета, неправильного питания, злоупотребление фастфудами у детей. И снижение иммунитета, увеличение количества заболеваний желудочно-кишечного тракта. Потому что таким никто... Все думают, что лимфоглоточный аппарат является фактором иммунитета. И все забывают, что 30 грамм лимфоидной ткани находится в кишечнике. И кишечник точно так же участвует в иммунитете, как и лимфоидная ткань носоглотки. То есть даже и здесь здоровый образ жизни нам необходим? Однозначно. Взрослые люди переносят ОРЗ 1-2 раза в год. Дети школьного возраста 3-4 раза в год. А малыши 5-6 раз в год. Это статистика. То есть норма, которая, безусловно, зависит от иммунитета человека. Когда нужно бить тревогу? Ну, вообще считается, до 6 месяцев ребенок вообще не должен болеть вирусными заболеваниями. Потому что у него остается иммунитет матери. И до 3-х лет, когда определяется достаточно часто, это связано, насколько ребенок встречается с вирусными заболеваниями. Если ребенка рано отдают в сад, ребенок приходит в коллектив, где каждый ребенок приносит свою инфекцию, свой вирус из коллектива. Рано до 3-х лет в сад. До 3-х лет. И поэтому такие детки чаще болеют. Они должны выработать единый иммунитет группы. И кто покрепче из этих детей, значит, будет болеть реже. Кто послабее, значит, будет болеть чаще. Дальше дети, уже когда единый иммунитет группы сформируется, единая бактериальная среда, тогда дети будут болеть уже реже. К школьному возрасту иммунитет улучшается. Но здесь еще важно иметь правильное носовое дыхание, чтобы было у ребенка. Почему? Потому что до 4-х лет у ребенка нет нижнего носового хода. То есть неправильно. То есть он тяжелее дышит. Плюс достаточно много детей, которых, ну так грубо называют, лимфогепопластики, у которых гипертрофия лимфоидной ткани, затрудняющая носовое дыхание. И здесь должно быть четкое определение, каких детей, не то что трогать хирургическим путем, но каких детей надо санировать и каких детей нужно не трогать. Потому что, ну грубо, конечно, но я говорю, наличие ребенка не есть показания к аденотомии. Потому что лимфоидная вегетация есть у всех детей в норме. Другое дело, нарушают или нарушают функцию дыхания. Если нарушают, то, конечно, санируют детей таких с 3 до 5 лет. Здесь очень много факторов. Почему именно с 3 до 5? Потому что здесь челюстный лицевой аппарат формируется, зубы начинают расти. И потом больше проблем, ну и, конечно, если дети такие, не дышит нос, они чаще всего начинают болеть синуситами. Хотя пазуха верхнечелюстная, которую все мамы любят и гордо приходят, говорят, а у моего ребенка гайморит, она закладывается с 3 до 5 лет. Фронтальная 8-12 лет. То есть рождается ребенок только с этмоидальными пазухами. Поэтому здесь нельзя ставить такой диагноз. Плюс с 3 до 5 в верхней челюстной пазухе находятся зачатки зубов. И поэтому здесь лечение тоже специфическое. То есть если взрослым при наличии гнойных процессов рекомендуют пунктировать пазуху, чтобы разблокировать соустье, так такое ребенка чаще лечат консервативно. Потому что, ну, чтобы не повредить зубы, чтобы они потом правильно росли. Ну, мы поговорили про детей, а если про взрослых, то что раз в два года. То есть если, например, человек там 4 раза в год болеет, то может быть... Ну, 4 раза в год это образ жизни. У нас народ не очень любит заниматься, к сожалению, своим здоровьем. Будем называть вещи своими именами. Некоторые считают, что закаливание это не для него, занятие спортом это и вовсе не для него. Хотя в последнее время, вот я, допустим, очень люблю плавать, если честно, так я как-то вижу, что молодежь, она потянулась за здоровым образом жизни. Потому что я всю жизнь хожу в бассейн, и я наблюдаю, сколько много людей ходит в бассейн водных видов спорта, что приходят молодые ребята, и практически вот 45 минут как машины плавают. То есть они, конечно, у них образ жизни здоровый, и они реже будут болеть. А не то, что там, как говорится, чуть что, и сразу таблетку. Многие люди, почувствовав первые симптомы болезни, вопреки всему, все равно спешат на работу. Но ведь это очень опасно, потому что на фоне ОРЗ возможно развитие многих осложнений. Чем чревато переносить простуду на ногах? Вы понимаете, этот человек даже больше опасен коллективу, чем сам себе. Потому что иммунитет у людей, конечно, разных. Можно, как говорится, перечихать и перекашлять. Такой момент тоже бывает. Это же не стопроцентно он тут же получит осложнение. Другое дело, что он распространитель своей вирусной инфекции. И никакого подвига в этом случае нет. Лучше там три дня, в общем, пересидел бы дома и не распространял, был бы сам здоровее и не распространял инфекцию в коллективе. Годы, когда у нас есть эпидемия гриппа, мы, к сожалению, сталкиваемся с серьезными осложнениями. Мы сталкиваемся с менингитами, особенно вирусными, на фоне геморрагических отитов, молниеносными. Порой за одни сутки у нас развивается у больных менингиты. Потом мы... Вообще, каждый вирус, он почему-то определяет свои осложнения. У нас от одного, допустим, штамма бывают ларингиты постгриппозные, от одного синуситы и от других отиты. То есть каждый год это все по-разному. И мы в начале эпидемии отделение вот так чувствует, оно не загружено по факту. А когда через три недели, да, мы работаем уже на осложнение гриппа. Хочется сказать о том, что мы сейчас очень любим лечиться сами. Самолечение, тем более, есть интернет. То есть если раньше была только народная медицина, теперь еще есть интернет. А, ну, понятно, что врачи относятся к этому отрицательно, это естественно. Ну, вот вы говорили об антибиотиках. Понимаете, когда мы начинаем общаться порой с больными, больной пришел меня поучить. Но меня учить, в общем-то, не стоит. Я уже так, вроде, много знаю. Понимаете, раз ты дошел до такой жизни, значит, у тебя что-то было в твоем поведении во время заболевания не так. С этого надо начинать. И ты должен уже со мной выходить из ситуации. Вот это, на мой взгляд, так должно происходить в контакте больного человека. И поэтому информация с интернета, она хороша. Но в интернете, я тоже читаю интернет. То есть я не то, что человек, который не знает, как... Нет, ну вы читаете статьи, вы следите за научными открытиями. Понимаете, как идет много мусора, много рекламы. Когда ты даже статьи ищешь, тебе, ну, все выплывает. Надо, не надо. Но другое дело, в силу образования, ты уже начинаешь фильтровать это все. И, конечно, очень много всяких таких... Положите каштан, неизвестно куда. И будете здоровы. И будете здоровы. Но вернемся все-таки к антибиотикам. У них есть как... Ну, при самолечении люди очень любят сейчас, если что, надо пить антибиотик, и все пройдет. Но есть же свои плюсы и есть свои минусы. Ну, во-первых, появилось много аллергий. Это раз. Появилось много дисбиозов. Это два. В-третьих, есть информация, когда человек должен пользоваться определенной группой бактериальной терапии, соответственно, возбудителю. Это три. Вот это самое главное три, которые пациент в принципе знать не может. Один антибиотик, второй антибиотик, третий антибиотик. А потом уже приходит забитый в угол, будем называть вещи своими именами, и начинает все по новой. Уже иммунитета нет, дисбактериоз есть. И никто не думает, что антибиотик работает только в том месте, куда он его послал. Он работает во всем организме. Есть у антибиотика показания, противопоказания. Есть печень, которая получает нагрузку. Есть пучки, которые должны выводить антибиотик. Есть кишечник, который тут же вызывается достаточно часто дисбиоз. Вот тебе падение иммунитета. Вот тебе, как говорится, залог на неуспех в будущем. И потом уже, конечно, процесс лечения, восстановление организма намного дольше. Ну и когда ты с больным, так ты стараешься на какие-то рекомендовать ему пребиотики, чтобы микрофлора не нарушалась. По меньшей мере, если не сразу, так ты рекомендуешь питание определенное к антибиотику. Потому что есть такие естественные биотики, как лук, чеснок, петрушка, грейпфрут, банан. Все доступно. Можно, как говорится, сразу идти на сохранение микрофлоры. У йогурта теперь уже трехдневок нет, уже семидневки. Но хотя бы со словом био, когда человек может разрушать свою микрофлору и в том числе восстанавливать сразу. А не ждать, когда ему назначат флюканозол. Какой-то тоже препарат номер один у нас в пользовании народа. Первые симптомы гриппа или простуды, это сигнал к тому, что пора начинать лечение. А мы какое начинаем лечение? Это чай с лимоном, чай с медом. Я согласна. Чай с малиной. Ну вообще, понимаете, с этим я согласна. Что чай с лимоном никто не отменял. Обильное питье, клюкву, морсики там всякие. Ну, сухое тепло, горчичники на икроножные мышцы, горчичные носочки. Почему? Все это работает и замечательно работает. Вот это имбирь, чай с медом, имбирем. То есть у нас это все доступно теперь. Но плюс к тому, что нужно все-таки обратиться к врачу. Да, и плюс обратиться к врачу. Вот человек как должен, вот при эпидемии гриппа, например. При эпидемии гриппа человек должен, на мой взгляд, лечиться с врачом. Потому что неизвестно у кого, как я говорю, какое счастье. У кого это и легко пройдет, а кто-то выйдет на осложнение. А вот все помнят эти пневмонии подгриппозные, когда были летальные исходы. И люди, поверьте мне, что это были люди, которые не в первый день заболели. А приходили, когда уже были какие-то осложнения. Если бы они лечились противовирусными препаратами, которых было в достаточном количестве, которые даже в лечебных учреждениях были в достаточном количестве, такого бы не было. И таких осложнений не было. А при простуде вот человек почувствовал недомогание. Ну, попил он вечерком чая с лимоном, погрел он ноги. Как все-таки на следующий день обращаться к врачу? Или можно несколько дней потерпеть? Ну, понимаете, все же зависит от того, насколько он справляется с такой ситуацией. Если он знает про себя, что он легко с такой ситуацией день-два исправится, он может и не, как говорится, и дальше справляться. Есть еще такие препараты, ну как, к ним, конечно, отношение определенное у врачей. Потому что кто-то пишет, что они не работают, кто-то пишет, что они априори не должны работать. Но это гомеопатические. Кто-то пишет, что 50% успеха – это плацебо. Ну, ради бога, пожалуйста, пусть используют как плацебо. Тоже можно. И они доступны, и они не рецептурны. Есть инфлюцид, есть осылококцин, есть кагоцел, противозирусный препарат. Это не такие уже препараты, над которыми институты не работали. Над ними тоже работают институты. Поэтому, сказать, одни их отрицают, другие их применяют. Но, в принципе, он может обратиться, и они безрецептурные. Первые два дня, пожалуйста, они тоже работают эти. Они то ли плацебо, то ли, как говорится, на самом деле работают, но их можно применить. Витамины являются очень хорошим средством в борьбе с вирусной инфекцией. Особенно витамин С – мощнейший антиоксидант. Можно применять бесконтрольно в качестве профилактики этот витамин. Аскорбиновая кислота из вышеперечисленных продуктов, в принципе, является основным компонентом. Это очень хороший оксидант. И вообще, когда вы выбираете витамины, вы должны знать, что ряд фирм, вполне уважаемых и уважающих себя, выпускают витамины, которые имеют противодействие, то есть антагонисты. То есть один витамин угнетает работу другого витамина. И антиоксидантный комплекс можно взять в период эпидемии. И аскорбинка. Ну, то есть тоже надо знать, что, во-первых, аллергия на аскорбинку может быть. Во-вторых, сама по себе аскорбиновая кислота обладает диабетогенным действием. И если ты будешь варить кисель из аскорбинки и пить его, так вполне получишь результат, ну, по меньшей мере, в начале похудания. Но когда ты промеряешь свой сахар, ты поймешь, почему. Ну, я бы хотела сказать, что витамины – это лекарство. Вот я в это однозначно уверена, что витамины – это лекарство. И поэтому вот такой... Почему? Потому что я знаю, когда я должна какую группу витаминов назначить, чтобы ушла какая-то симптоматика. И поэтому сказать, что, в общем-то, люди должны покупать витамины и есть пригоршними, у меня здесь, ну, отрицательное. Ну, как профилактическое средство все-таки. Профилактическое, вот, понимаете, разная группа. Или это должны быть натуральные витамины. Пусть начинают с натуральных, понимаете. Дело в том, что у нас теперь достаточно... Шиповник есть, есть, клюква есть, есть. Все это родное белорусское, но все есть, понимаете. Мед есть. И мы опять вернулись с вами к здоровому образу жизни. Да, вот эпидемия. Чеснок есть, лук есть. Пожалуйста, как говорится, усилите перец, который кладезь витаминов. Ну, и киви уже, если вы хотите, как говорится, с гастрономом съесть. Экзотику. Экзотику. То есть, вот теперь есть у нас достаточно много еды, которая дает нормальный витаминный баланс здоровому человеку. А если ты болен, так однозначно тебе можно назначить такую группу витаминов, когда твое состояние, твое будет ими регулироваться. Я говорю, я знаю, когда какой витамин, какую группу назначить. Поверьте мне. И оно работает. И витамины – это лекарство. В заключение нашей программы, несколько советов в такую осеннюю пору от врача, от ларинголога. Ну, вообще не бывает плохой погоды, а бывает плохая одежда. С этого надо начинать. Во-вторых, когда с правильного питания. Во-первых, не надо есть булочки, пирожные, которые усиливают выделение слизи, которые в дальнейшем больше инфицируются. То есть, должно быть правильное питание. Витаминный баланс должен поддерживать человек. То есть, чтобы получить витамины группы В, достаточно есть злаковое. Черный хлеб должен быть в рационе больного. Поменьше, ну, как дети грешат, да и взрослые теперь, всякие чипсы. Закаливание. Закаливание должно начинаться с лета. И не по поводу вывоза маленьких детей на юг и в жаркие страны. У меня, ну, как у доктора есть определенное мнение, как меня учили, что должен быть период адаптации у ребенка минимум в две недели. А на сколько у нас ездят по путевке? Две недели. Раньше все путевки были 21 день. Значит, ты две недели адаптировал ребенка, а потом еще неделю отдыхал. А теперь того ребенка максимум на две недели вывезут. И мы же его вывозили. А толку нет. Да и не будет толку. Вот ваш ребенок только испытал иммунный стресс от переакклиматизации. И все. Поэтому лучше побегать по травке тому ребенку, побливать холодной водичкой ножки, холодным полотенцем порастирать его, мочалочкой порастирать, покормить его как следует. И здесь у нас тоже прекрасный отдых. Не то, что я так антирекламу делаю, но, в принципе, и с этого этим должен мама заниматься. Я благодарю вас за интересную беседу. А нашим телезрителям хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня была Татьяна Ивановна Колесник, заведующая отделением Гомельской областной специализированной клинической больницы. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин